Строительство новых объектов, поддержка бизнеса и исполнение социальных обязательств. В Тверской области представили проект регионального бюджета на предстоящие три года. Подробности о заседании Кабинета министров, на котором состоялось обсуждение главного финансового документа региона, расскажет Ирина Синягина. Бюджет Тверской области – один из главных финансовых документов региона. Проект на предстоящие три года сверстан в очень непростое время, а время экономических ограничений. Но, несмотря на это, его можно назвать бюджетом развития. В настоящее время экономическая ситуация характеризуется как устойчивая. Мы вместе со всей Российской Федерацией прошли этап адаптации экономики к работе в условиях беспрецедентного внешнего давления. При этом мы понимаем, что у нас появились сами новые возможности. И сегодня у нас есть всё необходимое, чтобы поддерживать развитие национальной экономики, развитие нашей промышленности, развитие сельского хозяйства, развитие социальной сферы. И, конечно, как и всегда, не забывать о главном вопросе, который перед нами стоит – это демография, численность населения Российской Федерации и качество жизни нашего населения. Проект регионального бюджета подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития Верхневолжья. В 2024 году доходы областного бюджета запланированы в размере 111 миллиардов 200 миллионов рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в объёме 82,5 миллиардов. Прогнозируется их ежегодный рост. Свыше 108 миллиардов выделяется в следующем году на реализацию мероприятий в рамках госпрограмм. Из них более 60% бюджетных средств по направлению «Новое качество жизни», в которые включены 13 программ, нацеленных на развитие образования, здравоохранения, реализацию семейной демографической молодёжной политики, проектов в ЖКХ и энергетике, культуре и спорте, комплексное развитие территорий и туриндустрии. При этом в полном объёме сохраняются меры социальной поддержки населения. 30% средств бюджета выделят на реализацию восьми госпрограмм направления инновационного развития и модернизации экономики, включающих отрасли промышленности, дорожного, сельского, лесного хозяйств, развитие цифровых технологий предпринимательской среды. Риски инфляции в региональном бюджете учтены, отмечает доцент кафедры государственного и муниципального управления ТВГУ. Мы знаем, что планируется у нас индексация в среднем по ЦФО 7,4. Наш бюджет сформирован с учётом индексации 7,6. Кроме того, проработаны в бюджете стимулирующие механизмы для органов местного самоуправления в форме возврата части налога. И что мы надеемся будет стимулировать органы местного самоуправления к развитию малого и среднего предпринимательства. Отдельное направление финансирования – укрепление кадрового потенциала в здравоохранении. Более 2,4 млрд рублей в 2024-2026 годах заложено на выплаты будущим медикам, специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность и другие меры стимулирования. Регион также продолжит проекты, связанные с поддержкой бизнеса, включая развитие производств, инвестплощадок, предоставление льготных займов для различных категорий предпринимателей. Сегодня задача – сохранить экономический рост. И при повышении ключевой ставки Центробанка правительство Турской области будет активно поддерживать реальный бизнес для возможности выделения более дешёвых средств, для того, чтобы оборотные деньги давали возможность быть конкурентоспособными и выпускаемой продукции, и оказываемой услугам. В 2024 году на реализацию нацпроектов предусмотрено более 16,5 млрд рублей. Наибольшие объёмы финансирования заложены на проекты безопасно-качественные – дороги, здравоохранение, жильё и городская среда, демография, туризм и индустрия гостеприимства, образование. В следующем году в полтора раза увеличатся расходы на укрепление материально-технической базы социальных учреждений. Это позволит усилить работу по обновлению школ и детских садов, больниц и поликлиник, учреждений культуры и спорта. В частности, будет продолжена модернизация школ до 2026 года. Включительно проект охватывает 33 образовательные организации. И не только обновят и средне-специальные учебные заведения. Запланированное развитие материально-технической базы по различным направлениям. Ну и тут, конечно, тоже можно выделить направление профессионального образования, СПО, такое развитие материально-технической базы такого типа учреждений, образовательных, будет способствовать развитию и технологического суверенитета. Губернатор отметил высокое качество подготовки главного финансового документа. Предусмотрено финансирование строительства детской областной клинической больницы Бежицкой ЦРБ школ. В Максатихе, Дмитровой горе, Западного моста, спортивных и социальных учреждений, объектов газоснабжения, туризма, теплоэнергетики, ЖКХ и дорожного хозяйства. Важное направление экономики — реализация проектов туриндустрии. В бюджете также заложены средства на развитие агропрома, формирование в населенных пунктах области комфортной среды. На заседании также представили проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Верхневожья с 2024 по 2026 годы. Были рассмотрены основные параметры документа, численно застрахованных жителей и нормативы финансового обеспечения, объемы федеральных субвенций и предполагаемые расходы.